МОСКВА ДОК-ШОУ И делала она это с помощью обычной водопроводной воды, которую вводила смертельным больным в вену. Метастазы исчезли, растворились от воды нашей лечебной. А сама опухоль, она скапсулировалась, и через отверстие небольшое она вся вышла сюда. Как рассказывает целительница, болезнь выходила из пациентов в виде рыб, змей и черепах. Я утром встаю в пансионате, делаю клизму, и из меня выходит черепаха. 22 года Надежда Антоненко лечила водопроводной водой в своем центре «Надежда» на юго-востоке Москвы. Пока ее не разоблачили родственники погибших пациентов. Надежда Николаевна сказала, кто меня покинет, у того вымрет весь род. Антоненко забрала и жизнь моей сестры, и даже на кладбище не разрешает ничего иметь. Однозначно считаю, что убийцей моей тети являются Антоненко. Так что эта вода водопроводная переливалась пациентам внутривенно. В этот понедельник Надежду Антоненко осудили на три года колонии-поселения. Но мы застали целительницу в ее центре «Надежда». И сегодня Надежда Антоненко впервые только в нашей программе расскажет о том, как дарила людям последнюю надежду. Последняя надежда – тема нашего эфира. Сегодня Надежда Антоненко в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли на эту программу. И хочу вам сказать, что мы с вами заочно знакомы, потому что несколько лет назад я смотрел трансляцию с вручения престижной премии медикам. И помню, как это происходило. И вы были одной из тех, кому вручали эту премию. Это, по-моему, в эфире было где-то год назад. Давайте посмотрим фрагмент того праздника. В номинации «Профессионал здоровья» специальных наград премии удостоены Директор Центра «Надежда», доктор психологических наук, профессор Надежда Николаевна Антоненко. Я бесконечно счастлива за такое большое доверие. Обещаю еще больше трудиться на благо спасения людей. Благодарю всех. Надежда Николаевна, как же получается, что еще год назад вам вручали премии, пели хвалебные речи, а сегодня вы осуждены на три года? Да. Я сама удивляюсь, потому что я понимаю, что жизнь – это борьба. Борьба добра и зла. На самом деле, я никогда никаких мошеннических действий не совершала, и в совершенстве знаю свою методику, знаю свое дело, и самое главное, знаю тот путь, на который меня поставил Господь Бог. А скажите, а вас все-таки осудили, извините, превью по статье мошенничества? Да. Итак, давайте посмотрим, как происходило задержание внимания. Уберите камеру, прошу вас. Мы здесь молимся Богу. Да, и все? Да, и все. А день вы ведете людей? Лечением я занимаюсь. Я провожу, как медицинская сестра. А кого лечите, и от каких болезней? Не от каких болезней. А раковые болезни? Давайте пройдем. Нет, одна хига. Раковые болезни, мы не лечим, мы не лечим, мы не лечим. Документы есть, покажите документы. Диагнозы ложные. Они, а кто вам сказал ложные? Институты медицинские. Медицинские институты, меня не все проверяли. Вы преступника не у нас ищите, у меня пустые карманы. Снимите, пожалуйста, мои карманы, вот они, вот. Снимайте. Вот они наши, вот они. Да, это не надо. Вот посмотрите, в чем мы ходим, на чем мы ездим. Это не по пазу, подорогие. Когда вы обнаружили в себе вот этот волшебный дар, как вы считаете, помогать людям? 22 года назад. Что-то произошло? Перед каждым каким-то серьезным действием происходит всегда знак, толчок. Вот таким толчком был для меня такой случай. Мой сын, у меня четверо детей, двое сыновей и две дочери, сын пришел из армии. И от солдатских сапог произошло раздражение, язва на ногах. Я обращалась в больницу, обращалась к медикам, но никакие медикаментозные лечения не помогло. И тогда я, еще не очень тогда верующий человек, решила обратиться к Богу. Я протянула руки к сыну, молилась и сказала, Господи, помоги моему сыну, потому что мне уже обращаться больше некуда. К своему удивлению я увидела, что его прекратились, его язвы, которые были такие, ну, раны, такие, прям текучие, такие, влажные. Вот это все прекратилось, и они покрылись, язвы покрылись, как папиросная бумага. Вот это был толчок такой. В это время я уже потом построила центр, я официально его зарегистрировала и проводила там лекции. А что за история с пожаром? Значит, перед пожаром здесь тоже интересное очень событие было. Я когда уже сделала, у меня появился центр и молельная комната, там было много икон, я встала на колени перед иконой одной, и у меня перед этим собралась, собралась, ну, собралась определенная, так скажем, сумма денег. А как человек обеспеченный, то есть я своим трудом обрабатывала землю, работала, мне лишних денег не нужно было, я встала на колени и обратилась, господи, вот твои деньги, распорядись так, чтобы эти деньги пошли в пользу. Я плакала, молилась, просила Бога. Вдруг мне в ухо какой-то голос, ты будешь лечить онкологию. Я оглянулась никого, опять ты будешь лечить онкологию. Никого не было, а голос продолжался трое суток. Я поняла, что со мной что-то происходит, я не могу понять, что происходит, и у меня стало все болеть. Болели зубы, болели волосы, даже болела кровь, болели кости, болели мышцы, все болело. Я не могла дождаться утра. Я поняла, что со мной что-то происходит, и на утро, когда у меня все прекратились боли, я поняла, так ощутила, что произошло то, что я стала чувствовать каждое заболевание человека. Я стала ощущать. Я стала просто чувствовать человека больного и человека здорового. То есть вы когда видите человека, вы можете сказать, да, чем он болеет. Вот, и ровно третий день после этого случая произошел пожар. Во время пожара мне ничего не удалось спасти, кроме этих денег, потому что я вспомнила сразу эту папку, я вспомнила, где они лежат под иконой, стояли. У меня в молельной комнате много было икон, а под икону большую я положила на тумбочку эти деньги. Я выхватила, выбежала, и мне удалось их спасти. А дальше был пожар, дальше все горело. Вот чудесным образом не сгорела ни одна Библия. Все Библии, которые стояли у меня на полках, они внутри комнаты этой были. Комната была под дерево. Разве это не было чудом, когда на второй день мы пошли на пожарище? Я смотрю, думала камень, это было зимой, это было как раз 6 февраля, в день поминовения Ксении Петербургской. Я смотрю кусочек красного, я подковырнула, а это икона, она здесь где-то со мной в сумке, икона Ксении Петербургской. Я читаю, 6 февраля, день поминовения Ксении Петербургской. В этот день именно и случился пожар. Я поняла, что именно Ксении Петербургской, Петербургская была покровительница, что мы не сгорели. Ведь мы могли сгореть, это произошло ночью, вот совсем ночью. И не сгорела ни одна Библия, все Библии оказались как будто переброшенными через пожар. И еще одно чудо произошло. Мой сын разбил окно, которое было темное, везде бушевал огонь, а одно окно оказывалось темным. Он разбил, и фонариком, когда посветили, там оказалась икона. Вот эта икона, на ней рамка сгорела, тумбочка, на которой она стояла, она сгорела, она висела в воздухе. Икона Тихвинской Божьей Матери. Мой сын успел ее выхватить и перебросить через подоконник. И когда его еще нога была на подоконнике, дом уже весь свалился, уже все, вся крыша упала. Одна секунда отделяла от пожара моего сына. Вот такие чудеса произошли. Поэтому на второй день после пожара мой муж сказал, все деньги, я говорю, Андрей, у нас деньги остались. Мы же голые босы выбежали, ни продуктов, ничего не успели взять. Я говорю, Андрей, у нас остались деньги. Какие деньги? Я говорю, да вот деньги у меня остались. Все в храм. И мой муж сказал, все деньги до единой копейки, даже ни хлеба не взять, ничего, отнести в храм. И я все эти деньги до копеечки отнесла в Стародубскую церковь, также имени Николая Чудотворца. Потому что перед пожаром у нас обновилась икона Николая Чудотворца. Належда Николаевна, и все-таки вот сейчас мы покажем кадры, как вы восстанавливаете строить церковь на том месте, где сгорело и был пожар. Вот после этого случая, мне интересно, вы как человек верующий, вы в чем видите свою миссию в этой жизни? Услышав то, что вы будете лечить, помогать онкобольным, вот увидев это чудо, когда иконы не сгорели и Библия остались, в чем для себя вы видите на сегодняшний день вашу миссию? Моя миссия прежде всего служить Богу. И потом людям. Только в этом. А у меня вопрос, можно прям коротенький, скажите, вот как пришло в голову, что именно вот таким способом, именно водой из-под крана нужно лечить людей? Потому что, насколько я знаю, эту воду-то и пить нельзя, а вы предлагаете, даже не предлагаете, а вы вкалываете ее в вену. Вот откуда пришла такая идея, мне просто непонятно. Вы услышали, вам голос как-то нашептал это или откуда? Мне непонятен ваш вопрос совершенно, потому что молодой человек, я здравомыслящий человек, и вот сижу перед аудиторией, перед Богом прежде. Никогда, никому, никакой воды из-под крана я не заложила. Нет, ну вот сейчас мы видели сюжет, там было сказано, что вы лечите именно водой из-под крана. Это сюжет, это вранье. Одну секунду, давайте послушаем, что говорит специалист, физик, который изучал воду Надежды. Вот посмотрите, на этой картинке вот это пятнышко, в их свечении вы уже видели. Это билистированная вода, вот это свечение водопроводной воды, а вот это свечение препарата Антоненко. Этот препарат обладает необычными свойствами. Вот видите, вот это препарат Антоненко. Самая большая помощь свечения. Человек заболел раком, у него начинается распространение атостаза. Это говорит о том, что мира хаоса увеличивается. И в конечном счете это приводит к гибели. Это физические доказательства того, что этот препарат обладает свойствами живого. Создать такой препарат невозможно. Это дар Божий. И, конечно, мы не сомненны, если Надежда Николаевна имеет проводника Божьей. Надежда Николаевна, но во время задержания на видео вы говорите, что меня обследовали, но не все институты обследовали. Не все сказали правду. А? Не все институты сказали правду. А этому институту вы заплатили денег, чтобы они сказали правду, которая нужна вам. Вообще, вот у меня вопрос. Вас наградили там премии. Вы медик по образованию? Знаете, для того, чтобы платить деньги за исследование, надо провести исследование. Вы по образованию медик? Олег. Профессор академии. Кто вам это давал? Вы скажите, вы профессор академии? Кто вам дает право так со мной разговаривать? Да я просто слышал, я вас спрашиваю. Нормальный вопрос. А давайте лучше сначала посмотрим, как Надежда... Вам показали, вот все, что показали, правда. Что ей по силам излечить? Давайте посмотрим, да, больных, которые выглядели до и после. Преподаватель иностранных языков. Саркома головного мозга. Все это прошло через глаз. Вот она. Это неоперабельная опухоль, потому что она приросшая к костям. После наших процедур вот эта опухоль задвигалась, оторвалась, отстала от костей. Вот результат. Рак молочной железы четвертой стадии, рак прямой кишки четвертой стадии, это вот анус. Рак головного мозга. Вот эти опухоли дурно пахнут. Не каждый согласится врач их обслуживать. Но и потом это безнадежно больные. А здесь с помощью молитвы вот этой воды, которую дал Господь, все поправимо. Все фотографии, где я? Хоть один человек, который... Сейчас вы увидите человека, который рассказывает, что после лечения из нее вышла черепашка. Внимание. Мне кажется, это... Кто вышел? Черепашка. Я утром встаю в пансионате, делаю клизму, и из меня выходит черепаха. Понимаете, я в ужасе, просто вот волосы дыбом, я ее начинаю рассматривать и думаю, боже мой. Вы понимаете, каждая из виленка, вот, ну, кто видел черепах, домик, глазки, ну, вот, руку взяла и рассматриваю. Начинаю мять, это... Будьте здоровы. Это, знаете, прям вот, ну, шарик надувной какой-то. Я ее мну, она вроде так... Воздух вышел. Потом, значит, я ее опять на руку держу, она опять вроде раздувается и принимает опять свою, ну, вот, ну, все вот формы, да, какие есть. Я не знаю, что вы там колете, но это явно не вода, друзья. Скажите, пожалуйста, вот эта черепашка, которая из нее вышла, она где сейчас? На нее смотрят люди, на эту черепашку-то. И вот эта пациентка в психиатрической больнице... Одну секунду, я могу пояснить? Да, пожалуйста. Вот здесь я приехала сюда не одна. Со мной приехало очень много людей, которые полностью вылечились. Я прошу, встаньте, пожалуйста. Кто считает, что вылечился методом Антоненко? В том числе наши свидетели защиты, допрошенные в суде. Скажите, а вы все раком болели, да? Да, да. У вас у всех онкология. Посмотрите, здравомыслящие нормальные люди. И вам всем вводили вену воду, которые дали подробные показания в суде. У меня чудо произошло, потому что консулировался брак и вышел наружу. У меня была киста яичника, опухоль яичника, миома матки со множественными узлами. По поводу черепахи, если можно. Да, пожалуйста. Что такое черепаха? Значит, во все времена были святые, и мы с вами, верующие люди, здесь вот священнослужитель сидит, не даст соврать, во все времена читали о том, что есть люди, которые, ну так скажем, на них какие-то там, ну информация, порча, там колдовство какое-то было нанесено. И если мы прочитаем житие святых, то очень много таких исцелений происходило. Во время таких исцелений, когда святые исцеляли больных, то из них выходили какие-то сущности. Татьяна Ивановна Родиона, подтверди, пожалуйста. Сейчас, Татьяну Ивановну спросим одну секунду. Татьяна Ивановна Родионова. Значит, кто знает святую Матрону Московскую? Все. Пожалуйста, почитайте житие. Когда она исцеляла молитвами и всем больную, то из нее вышла ящерица. Почему бы мне не поверить? Потом, это самое, великий святой Макарий, он вообще описывал, как в нас ходит вот эта тварь и как выходит. Почему мы не верим таким святым людям? А Серафим Саровский, почитайте, пожалуйста, Серафима Саровского, где конкретно он описывает тот человек, который... Хорошо, из вас что-нибудь выходило? Из меня очень много выходило, если честно, плесени. Я лично мать похоронила 20 лет тому назад. Вот такая же целительница, вот ее на тот свет свела, потому что она не ходила к врачам, не обследовалась. В итоге у нее был инсульт, который можно было предотвратить обычным аспирином. И когда я позвонила уже этой целительнице, она умирала на руках. Ольга, Ольга, Ольга. Там гипноз какой-то был, я не знаю. Я уверена, что это гипноз. Никакого гипноза здесь нет. Она, умирая, говорила ее имя, я ей позвонила. Я говорю, Ольга, у меня мать умирает. Не, никого-то, сказала она. Покажите, пожалуйста, банки. Я хочу, чтобы вы показали, что выходит из людей. Нет, это не что выходит, а это самопроизвольно. Это чудо, это явление. Называется чудом божьим. Вот, его больше никак. Значит, обыкновенная вода, которую вот молодой человек, говорит, приносит из-под крана. Вот ее принесли из-под крана, поставили. Это не я сказал, то показали. Мы проводим, дайте, разрешите, я поясню. Вот она стоит, вода. Никто не трогает ее. Она самостоятельно совершенно стоит. Мы проводим лекции, мы читаем молитвы, беседуем, говорим о правильном образе жизни, о заповедях. В это время вода сама меняет свойства. Это надо исследовать ученым. Причем от одного и того же человека выходят разные, различные субстанции. Мне не верят... Нет, одну секунду. Но это вода, которая просто обычная вода. Она чистая. Она чистая. Надежда Николаевна, скажите, это водопроводная вода изначально? Откуда вы ее берете? Не я беру, приносят люди. Ну, какого происхождения эта вода? Холодная водопроводная вода. Обычная, то есть из водопровода, да? Она из водопровода. Стоит у нас на лекции. Понятно. После лекции она преображается Божьим каким-то путем, не моим. Я ее не открываю. Вопрос с вам, очень спокойный вопрос. А почему вы не советуете людям? Почему вы не советуете людям? Вода собирает дурную энергию у людей. Да, не энергия, это уже не энергия. Расщепленные больные клетки каким-то путем делятся еще на более мелкие частицы и проникают туда непонятным путем. Извините, пожалуйста, Надежда Николаевна, дело в том, что... Я ничего не верю, какого отношения происходит сама. Я занимаюсь цветоводством. У меня хороший зимний сад. И если я воду оставляю именно отстаиваться для цветов, через три дня она выглядит у меня точно так же. К сожалению, у нас в водопроводе действительно не очень качественная вода. Совершенно чистое дно. Самый простой вопрос. Почему вы, верующий человек, не говорите людям, идите в церковь, там святая вода в церкви, то, которую вы строите. Святая вода. Там не нами придумано. Мы говорим именно, к нам приходят только из церкви. Вы пользуетесь этим? Нет, не надо меня обвинять. Ни один человек неправославный к нам поступить не может. Понимаете, все идут в церковь. То есть вы работаете не только с православными? Только православные. То есть знание молитв, знание праздников, соблюдение постов. Соблюдение постов, молитвы, исповедь, крещение. Но если раковому больному церковь не может помочь, чтобы он вылечился. Давайте мы сейчас перейдемся на короткую рекламу. Далее в нашей программе история женщины, которая после лечения у Надежды Антоненко смогла родить даже после того, как ей вырезали маску. Теперь пусть говорят, что вам программа сегодня «Последняя надежда». Эти фотографии из личного архива московской целительницы Надежды Антоненко. Пациенты на них запечатлены до и после курса лечения. Надежда Антоненко обещала чудесное исцеление даже от рака. И делала она это с помощью обычной водопроводной воды, которую вводила смертельным больным в вену. Метастазы исчезли, растворились от воды нашей лечебной. А сама опухоль, она скапсулировалась и через отверстие небольшое она вся вышла сюда. Как рассказывает целительница, болезнь выходила из пациентов в виде рыб, змей и черепах. Я утром встаю в пансионате, делаю клизму, и из меня выходит черепаха. 22 года Надежда Антоненко лечила водопроводной водой в своем центре «Надежда» на юго-востоке Москвы. Пока ее не разоблачили родственники погибших пациентов. Сейчас я хочу пригласить в студию Максима Гультяева, который, как утверждает он сам, потерял родную тетю в центре «Надежда». При этом сам Максим Михайлович является врачом. Встречаем его. Я бы хотел обвинить вас в смерти своей тети, которая наступила 10 лет тому назад. Я хочу рассказать о том, как это было. Это было следующим образом. Однажды тетя, которая жила в другом городе, позвонила нам и сказала, что у нее рак четвертой степени. То есть это уже все, конец. Но есть такой замечательный центр «Надежда», который берется ее вылечить полностью 100%. Я врач, я знаю, что это нереально. И диагноз был поставлен в онкологическом диспансере. Но основным условием является то, что нужно сжечь все подушки, пуховики, перьевики у всех до седьмого колена. Сжечь на кладбище и закопать. Это просто идиотизм. Мы с мамой побежали в церковь, которая есть у нас. И обратились к батюшке. Батюшка сказал, что он знает про этот центр «Надежда» и знает про Антоненко, что это секта, что надо срочно оттуда бежать. И бежать не куда-нибудь, а в больницу. Это говорит священник, настоящий священник. В храм. Да. Хорошо, и тем не менее, все-таки вы думаете... Ну, и вы убежали, и какие ко мне претензии... Значит, я хочу сказать, я не закончил. Дальше было так. Я спросил, а чем тебя лечит? Она мне рассказала, что водой. На следующее утро мы прыгнули в машину, поехали туда. Я посмотрел те прокламации, которые ей были выданы или куплены, не суть важна. И когда я прочитал, как там лечат этой водой, что ее вливают внутривенно, и прочитал про всякие магические... То есть все-таки вливают внутривенно. Да, 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 именно внутривенно. Вы видели это? Тети тогда моей еще не вливали. Ей предлагали этот метод. Да это абсурд, как вы можете это все подтвердить? Замечательный метод, который был там описан, каше сверекламой, каше сверекламой, там был описан следующий слов. Вот я перед Богом сижу. Что у женщины был рак шейки матки. Ей удалили матку с шейкой, с яичниками. После этого она чудесным образом забеременела. Чем? Каким органом? И родила. Вот после этого... А, вы знаете эту женщину? Вот, эту женщину знают. Это дивно. Аллилуйя. Эту женщину зовут Елена Кривоспитская. Встаньте, пожалуйста. Она родила абсолютно здорового ребенка. Прознесите ее имя. Скажите, это было? Елена Кривоспитская. Это было? Было. Она родила без матки. Было. Прошу прощения. Андрей, вот это цирк. Вот это цирк. Чем вы возмущены, скажите, пожалуйста? Я считаю, что она артистка. Чем? Чем вы возмущены сейчас? Скажите, было. Потому что я лично. Меня зовут Виттер. Сейчас, секунду. Потому что это реальность секты, не более того. Сафронов, секунду. Меня зовут Виттер, я из города Подольска. Я Лену Кривоспитскую знаю с 97-го года. И то, что у ней было 5 операций, и что она не могла рожать, я точно знаю из ее уст лично. И после лечения Надежды Николаевны Анатольевны. Ну скажите, как без матки выносить ребенка, без яичников? Как чудеса Божьи происходят? Как вы думаете? Андрей, дайте мне слово. Это не по боли Божьей происходит. Дайте слово врачу-психиатру, который... Надежда Николаевна, пожалуйста, да. Значит, я поясню. Вот сидит священнослужитель. Скажите, пожалуйста, вы знаете, вам знаком Владимир Анатольев, священник? Нет, не знаком. Мы с ним лично стояли на коленях, две недели молились за то, чтобы Елена Кривоспитская родила ребенка. У нее выросли новые органы. У нее выросли новые органы. Вот я стою перед Богом. Надежда Николаевна, вы, к сожалению, не ответили на очень важный вопрос, который сегодня звучал в студии. Пожалуйста, какой? Какое у вас образование? Надежда Николаевна, не отвечайте на глупый вопрос. Мое образование на нашем сайте. Почему это глупый вопрос? Мое образование в суде. Надежда Николаевна получила профессиональную премию. Обратитесь туда. Профессиональная премия. Не лечите бисер. Какой профессия обладает Надежда Николаевна? Давайте не все сразу, пожалуйста. Да, Максим. Я прошу слова. Секунду, зал. Я не закончил, просто. Давайте узнаем, какую профессию. Какая профессия Надежда Николаевна? Чем она... За счет чего она получила профессиональную премию? И как она лечит водой? Давайте факты находить, а не просто орать. Одну секунду. В этом зале нам не разговаривали. Да я плачу Максима Михайловича, пожалуйста. Вызовите любого человека, пусть они расслабили. Мои счеты попадают в больницу. Секунду. Через несколько недель она попадает в больницу. Я обрадовался, что это больница онкологическая, когда я приехал туда. И я выяснил, что больным, которые туда попадают от Антоненко, есть там договор, переливают воду внутри вены, что это вода заряженная, но она обычная водопроводная вода, мне так сказал врач. Да не болтайте вы глупости, милый человек. Кроме того, проводятся таким больным тепловые процедуры. У вас, я не знаю, есть в студии онколог или нет, он скажет, что это категорически запрещено. Почему тогда живы люди? У меня остается один вопрос. По сопоставимости той диверсии, которая была проведена 22 года, на что это похоже? С моей точки зрения, это очень похоже на доктора Менгеле в концлагерях. Все-таки есть ли образование, либо есть ли хотя бы лицензия, полученная департаментом здравоохранения на ту деятельность, которой вы занимаетесь? У меня все документы есть, и я работаю на законных основаниях по всем документам. И никаких претензий. Есть лицензия у вас, да лицензия? У вас образование. Какое образование у вас? У меня высшее образование, я доктор психологических наук. Высшее какое? Ну, ну, ну. Какое учебное заведение вы закончили? Брянский педагогический университет. А при чем тут медицина? Специальный физико-технический кафедру здравоохранения. Я не занимаюсь медицинской деятельностью. Кафедра здравоохранения не бывает в принципе. Бывает. Андрей, Андрей, очень важный вопрос. Я хочу показать, сколько наград у Надежды Николаевны, внимание. Масса наград. Посмотрите, чтобы вы понимали. Это старая, сейчас масса наград. Это старая. У меня тоже есть цветной ксеров, я могу нарисовать вам сколько угодно. Дело в том, что очень многие общественные организации выдают диплом. Очень многие общественные организации, Андрей, это может быть премия общественного, признания. Но никакой юридической силы они, к сожалению, не имеют. Нет, кто не подвергал их сомнениям, между прочим. Матрон, у меня какие-нибудь награды, когда она лечила, исцеляла? Это во-первых. А во-вторых, следующий вопрос. Андрей, вот тот того, кого вы вылечили, вы вылечили как? Молитвами или все-таки делали внутривенно? Каким способом вы вылечили? Будьте добры, спросите, пожалуйста, Андрей Георгиевич. Выйдите, пожалуйста. Вот вам, вас вылечили? Вам водили внутривенно? Итак, Георгиевич. Что вы водили, Андрей? Сейчас, секунду, Георгиевич, пожалуйста. Водили ли вам внутривенно что-нибудь? Внутривенно нет. Не водили. Как лечили? Но если человек не поменяет свои помыслы в правильную сторону, пока не уберет свои вредные привычки, пока он не будет нормально жить, как Бог велел, пока заповеди не будет выполнять, и пока не будет он любить своего ближнего, как самого себя, никакого лечения не может быть. Какой у вас был диагноз? Скажите диагноз свой. Так, причем тут вода и внутривенность. Рак гортани третьей степени. Скажите мне, почему мы действительно считаем, что 50 лет назад, 70 лет назад, 100 лет назад мы можем верить, что существовали женщины, люди, которые могли лечить, и почему сегодня мы отказываем Надежде Николаевне в том, что вот она перед нами, современная святая, которая может быть действительно ей дан шанс исцелять. Так, ну, с точки зрения здравого смысла, я представляю академическую науку, физический институт, мы имеем дело с преступной сектой. С точки зрения конкретной научной истины, с точки зрения пусть принесут эту воду в наш физический институт, и наши исследователи покажут все ее заряды, и любая независимая группа это подтвердит. Но здесь большая проблема. Это проблема одичания народа. Причина. Все менее доступна современная медицина, и это бросает людей в руки тех, кто наживается на чужих несчастьях. Перед нами медик Максим Михайлович, да? Итак, хорошо. Хорошо, тетя, вы понимаете, что даже сжигать пуховые куртки вы не готовы до седьмого коленя. Почему тогда тетя все равно? Это нереально, Андрей, ну как можно сжигать пуховые куртки? Но это нереально. Тетя не лечилась у нас. Андрей, понимаете, любой хороший врач должен быть психиатром. Антоненко хороший психиатр. Вот пусть она занимается психиатрией или психологией, но не надо лезть в лечение онкологических заболеваний. Тем более на четвертой стадии. Тем более, когда она за прием берет деньги и немалые. Когда она просит привезти золотые вещи ей и отдать... Зачем врести? Это лошадь может быть психиатром. Вот пусть им и будет после того, как закончат медицинский институт. А почему это делается? Зачем вливается в воду? Зачем делаются тепловые процедуры? Для того, чтобы человеку убить. Нет человека, нет проблемы. Нет свидетеля. Тетя не может сюда прийти, она погибла. Идите, подайте заявление об убийстве вашей тети Антоненко. Вот этим 20-30 людям помогли, а 100 тысяч погибли. Вот это известная всем проблема. У меня есть приятель, психолог. Так он в свое время сменил свою, так сказать, как знаете, переквалифицировался в целителе. Что он сделал? Во-первых, он создал себе правильную историю, так называемый бэкграунд. Он вспомнил, что у него есть прабабка, которая была целительницей. То есть какие-то тайные знания он от нее получил, еще будучи там лялечкой. Потом вот было, обязательно есть в этой схеме знак. Значит, он не сел на самолет, который потом упал. Еще там было несколько других знаков. Плюс еще у него, как у психолога, была клиентура экзальтированных, скажем так, дам определенного возраста, которые верят в чудо и которым он реально помог. Они стали его группой поддержки. Затем он изменил свой имидж, отрастил бороду. Плюс добавил себе такого этнического имиджа, чтобы корни были, что вот многовековые все эти традиции. Покупает по 100 свечей в месяц ароматических, потому что в его комнате соответствующая обстановка. Полумрак, запахи, журчит вода для рефлексирования правильного. У него манеры стали такие спокойные, трансовый голос. Кроме того, я вам рассказываю алгоритм превращения в целителя. Кроме того, он всегда на консультациях страхуется тем, что если вы не поверите мне, не поверите в себя, если вы не простите врагов ваших, если вы не сделаете массу ритуалов, не будете пить каждый час определенное снадобие, пропустите, не дай бог, я на себя ответственность не беру. То есть в случае чего вы виноваты. Значит, в итоге у него сейчас очень, я не буду его называть, очень большая такая толпа апологетов, примерно таких, как вы. И в любой момент он не дает рекламу, на него работает сарафанное радио. Но самое главное, в чем секрет этого эффекта? Первое, это эффект лацебо. Был эксперимент, 10 человек приняли антибиотики больных, 10 пустышки. Но вторая группа видела, как идет процесс выздоровления. И, о чудо, они тоже стали выздоравливать. С тех пор вот эти все вещи на внушении, на сугестии построенные, они стали работать. Это первое. И второе, это пряник. И второе, это кнут. Не дай бог вы обо мне плохо будете говорить, думать. Я вас прокляну до какого-то колена. То есть, если вы соскочите с иглы, я вас тоже прокляну. То есть, у человека есть иррациональный страх кары. И, как было правильно сказано, что, к сожалению, не все доживают, те, кто мог бы изобличить. Это абсолютно пропусторонний. Максим, я знаю, что вы вынуждены уйти. Что вы хотите сказать еще раз Надежде Николаевне? Мне бы хотелось, чтобы она как можно скорее прекратила свою деятельность. Потому что хватит смертей. Все. Сейчас еще одна короткая реклама. Далее в нашей программе история женщины, которая с четвертой степени рака при помощи Надежды Антоненко прожила пять с половиной лет. Вы смотрите «Пусть говорят» темам программы сегодня «Последняя Надежда». Эти фотографии из личного архива московской целительницы Надежды Антоненко. Пациенты на них запечатлены до и после курса лечения. Надежда Антоненко обещала чудесное исцеление даже от рака. И делала она это с помощью обычной водопроводной воды, которую вводила смертельным больным в вену. Метастазы исчезли, растворились от воды нашей лечебной. А сама опухоль, она скапсулировалась и через отверстие небольшое она вся вышла сюда. Как рассказывает целительница, болезнь выходила из пациентов в виде рыб, змей и черепах. Я утром встаю в пансионате, делаю клизму и из меня выходят черепахи. 22 года Надежда Антоненко лечила водопроводной водой в своем центре «Надежда» на юго-востоке Москвы. Пока ее не разоблачили родственники погибших пациентов. По время рекламы в студии «Жарко» сейчас здесь появится еще одна героиня. Это Мария Георгиевна Марковина, чья сестра умерла после того, как прошла серию сеансов в центре «Надежда». Встречаем ее. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько лет прошло после смерти вашей сестры? 9 лет прошло. Антоненко убила мою сестру, потому что она применяет в воду. У нее в методичке за 2000 год так и написано на 192 странице. Жидкость, которая применяется для лечения, заменяет все лекарства. У сестры не было щитовидной железы, была операция. Гормон щитовидной железы она должна была получать таблетками. Здесь этого не происходило. Ежедневные клизмы до 8 штук в день изматывают. Причем эти клизмы… Одну секунду, ваша сестра все делала, как ей советовали? Все делала, абсолютно. Чем она болела? Начальная стадия рака. Неначальная стадия рака, четвертая стадия рака. Самсонова, которая была… Андрей, она прожила 6 лет. Я прошу выйти сюда. Витю и Сашу, сыновей этой женщины. Кузьмины, Витя и Саша. Будьте добры сюда. Подойдите к ним туда. Пожалуйста, подойдите сюда. Это сыновья этой женщины. Она прожила после четвертой стадии рака 6 лет. Это сыновья, это ваша тетя? Да, это наша тетя. У нее яблый четвертый стадий рака. Слушайте, слушайте, не надо на меня, хватит сплетничать. Туя женщина, о которой она говорит, да, наша мама, и я со всей ответственности могу заявить, что у нее был рак четвертой стадии, у нее была операция, опухоль молочной железы, и удалили ее в 98-м году. Вот, химию ей отменили, потому что состояние здоровья было, ну, просто никакое. Сами врачи. Ее просто отправили домой, выписали кучу всяких лекарств, таблеток. Она была зеленого цвета. То есть, как бы отпустили, отпустили умирать. Да, умирать. Ее состояние было такое, что она просто дома, она не могла, ну, я не знаю, даже тряпкой пол протереть, вообще ничего она практически делать не могла. Витя, сколько она прожила в здоровом виде? После этого она... Сколько мама прожила? Мама прожила почти 5 лет, хочу добавить, плюс ко всему. После того, как врачи ее выкинули, выписали домой умирать, она вылечилась у Надежды Николаевны, и сама ездила, работала на даче, сама копала, сама ездила в совхоз, и там участвовала в уборке картофеля, клубники и прочего, и прочего. А это женщина? Это не может больная женщина делать. Эта женщина 10 лет меня мучает. 10 лет на всех передачах мучает меня. Нет, поэтому я хочу сказать нашим экспертам, что посмотрите, что перед нами, да? Врет, врет и врет. Сестра обвиняет Надежду в смерти своей сестры, а сыновья говорят, что она продлила ей жизнь. Она прожила 6 лет. Все племянники обманываются, да? Она прожила 6 лет. Обманываются. Обманываются. Прошу, одну секунду. Перевогом побойтесь. Давайте сейчас перенесемся на кладбище, куда вы ходите, вы там рассказываете одну историю, хочу, чтобы сейчас мы тоже обсудили внимание. Она 10 лет одной тоже всем говорит. Ну вот, Шур, и встретились. Прости, что хожу так редко. Антоненко забрала и жизнь моей сестры, и ее детей забрала. И даже на кладбище не разрешает ничего иметь. Не знаю, где голова-то находится. Остается вот все вот выжженное. И дома выжженное, и души выжженные. Надежда Николаевна сказала, кто меня покинет, у того вымрет весь род. Вы знаете, в каком-то городе, вот педофила, просто взяли и растерзали. Я считаю, что ее нужно просто отдать этим пострадавшим и не думать об этом. Скажите, а сыновья... Скажите, вы только что услышали, что психолог говорит, что его друг тоже предупреждает всех, что если ты уйдешь, то... Да, вы знаете, еще очень важный фактор. Целитель должен быть харизматичным и убедительным. Он должен обладать актерским даром. Если он не сможет донести идею так, чтобы в нее поверили, ему грош цена. Так вот, его... Он мне говорит, я когда был психологом, это было неинтересно и неприбыльно. Теперь у него доход на порядок выше. Это первое. Я, говорит, раньше сидел, копался в проблемах, сопли, слезы. А тут, говорит, я очищу канал, подключусь к Эгрегору, энергетики закачаю. Пренупрежу о последствиях, с него ответственность. И, говорит, все катит вот так. Хорошо, а мальчикам-то, скажите, молодым, что в этом... Есть такая вещь, как зомбирование. Это делается элементарно. Не, 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 можно я покоротенько, пожалуйста, пожалуйста, я должен это сказать. Парни, я обращаюсь к вам. Парни, парни, я здесь, парни... Секунду. Сыновья, послушайте меня, я обращаюсь к вам. Вы должны сейчас восхищаться не Надеждой Николаевной, которая якобы исцелила вашу мать и продлила ей жизнь, а восхищаться матерью, которая цеплялась за жизнь, чтобы вам помочь. Слышишь, ты, сынок, ты ходишь в этот центр, тоже я не пойму. А можно мне... Почему вы не ходите в церковь? Почему вы не ходите в церковь от суда, я не пойму. Мы ходим в церковь. А где вы ходите в церковь? Нет, ну здесь все люди в платочках, я вижу, что они ходят. Мы ходим из церкви, мы не выходим, мы посты соблюдаем, все соблюдаем. Это такой метод, когда Надежда Николаевна требовала, чтобы все члены семьи ходили на ее лекциях. Только поэтому попали эти дети в этот центр. И я ходила, на девяти лекциях сидела. Андрей, вы спрашиваете, очень простые мнения, потому что образование психолога у человека, образование психолога об этом все становится на свои места. Теперь следующее, Андрей, большая вам благодарность за то, что вы в своей авторитетной программе показываете такие случаи, потому что в Наперске, долго-долго показывали, наконец-то люди перестали играть в Наперске. Подумайте, люди, вы играете со своим здоровьем, со своей жизнью в Наперске. Если вы думаете о церкви, идите в церковь, идите в церковь, там дорога вам открыта, двери всегда открыты. Зачем вы посредники? Зачем? Никто не говорил, не нужны вам посредники. Олег, храм. Помолчите все, замолчите все. Все здесь сидящие, мы собрались сюда решать человека. Одну секунду, не все сразу, пожалуйста. Судьбу человека. Я сиди в Матроне, к святой Матроне, мощам сходите. Никто из выступающих, в том числе и батюшка, еще не сказал свое слово, что человек состоит из души и тела. Почему у нас в медицине не лечатся болезни? Их перечень неизлечимых растет с каждым днем. Потому что врачи наши безбожники, потому что они не знают, что причиной болезни любой является грех. Несоблюдение десяти заповедей божьих. Вот вся весь наш гвоздь. Так вот, она разрушает семьи. Когда я отказалась ходить на ее лекции, пришла моя сестра и сказала, Надежда Николаевна знает все. Она сказала, что болею я из-за тебя, что ты не хочешь моего выздоровления. Вы представляете, вот так разрушает семья Надежда Николаевна. А что вы ее слушаете, если два сына говорят? Своим мужем. Они же отца своего из дома выгнали. Выгнали. Зачем вы врете? Выгнали. Ой, какая у вас. Вы живете в стране, вот там живите, и проблем с нашей мамой вы не знали. И как она болела, и как выздоравливала, вы не знали. И как вы можете вообще говорить о человеке, с которым рядом не жили, и которого долго не видели? На развод и на алименты. У меня документы. Психология, не медицина. Документы ваши вся липа. Нет, ее почерком. Скажите, пожалуйста, вы хоронили свою сестру? Да. Вы были на погранах? И были шесть человек из центра, которые не давали детям подойти даже к гробу. Они все их чем-то отвлекали. Дети сами были взрослые и знали, что им делать. Так вот, дети еще не были взрослыми. И не было такого изменения сознания. Так вот, вы представите, я даже не знаю, где они работают, что они работают. Ведь эти люди получили, они же закончили школу с медалями, институт с красными дипломами. Не просто так, а с медалями и с красным дипломом. И это только благодаря тому, что мы не пошли на улицу, не стали, как большинство современной молодежи, раздолбаями. А стали придерживаться православных устоев, и поэтому мы достигли таких высоких результатов. Хотя изначально отличники мы не были. Но Надежда Николаевна требует, чтобы медали были уничтожены. И были уничтожены медали не только вот эти учебные из школы, но все награды нашего отца были уничтожены. А почему, Надежда Николаевна, почему нужно уничтожить все медали школьные? Вы знаете, у меня нет основания верить этой женщине, потому что она каждое слово врет. Конечно. Зал, секунду, вы считаете, что три года это нормальное наказание для Надежды? Мало. Мало, мало. Таких надо отдавать народу. Народу надо отдавать. Мало. Мало. Игра на крови, на жизнях человеческих. О чем вы говорите, а? На гнию крови, вы хотите. Андрей, правильно я понимаю, что судебное решение вступило в силу? Судебное решение вступило в силу, пожалуйста. Вступило в силу, пожалуйста. Дайте слово адвокату, что он загалдеж. По поводу осуждения, здесь уже несколько раз звучало, что Антоненко осужден от лишения свободы. Во-первых, я скажу. Да, действительно, постановлен ввидительный приговор, он постановлен в понедельник, 19-го. Но, во-первых, это не истина в последней инстанции. Мы, естественно, пойдем дальше. Вы подали касаться. Мы пойдем. Да, совершенно верно. Мособу суд, это тоже не последняя инстанция, вы знаете, увидимый юрист. Поэтому мы будем бороться до последнего. Сейчас по подписке о невыезде, правильно я понимаю, человек находится? Совершенно верно. Да, избрана такая мера пресечения. Но, по любому преступлению, согласитесь, если есть преступление, есть потерпевший, если человек чувствует, что он пострадал, в данном случае от мошенничества, что его деньгами за владели неправомерно, он тут же что делает? Он обращается в органы правоохранительные с заявлением. В данном случае семь потерпевших по делу, ни один из них, ни один из них, прождал два года, просидив дома, с заявлением таким не обращался. Более того, ни одной претензии в адрес центра Антоника не поступило. Извините, возбуждено было уголовное дело на основании чего? Подскажите. На основании подставных лиц. Сейчас я продолжу. И вот этой группы вредоносных, которая мучает меня. На основании провокации, которая... То есть все-таки физические лица, которые обратились в правоохранительные органы, существовали? На основании провокации, еще раз рассказываю, масса потерпевших, которые признаны по делу, сидели спокойно дома, пройдя курс лечения, отдав деньги. Ни претензии, ни исков в проекте гражданского уступного производства, ничего предъявления не было. Потому что все были довольны. И все отмальчики. Все были довольны и счастливы. Они вылечили, все довольны. И деньги, которые они отдали, это копейки. Вы вдумайтесь, общая сумма машин, общая сумма денег, которыми завладела Антоненко по этому уголовному делу, общая сумма не превышает 100 тысяч рублей. За это он получил 3 года колонии. Зал, давайте тише. Сейчас еще одна короткая реклама. Далее в нашей программе появится бывший пациент Надежды Антоненко, который так и не смог подняться с коляски, хотя очень хотел это сделать после рекламы. Вы смотрите «Пусть говорят» тема программы «Сегодня последняя надежда». Эти фотографии из личного архива московской целительницы Надежды Антоненко. Пациенты на них запечатлены до и после курса лечения. Надежда Антоненко обещала чудесное исцеление даже от рака. И делала она это с помощью обычной водопроводной воды, которую вводила смертельным больным в вену. Метастазы исчезли, растворились от воды нашей лечебной. А сама опухоль, она скапсулировалась, и через отверстие небольшое она вся вышла сюда. Как рассказывает целительница, болезнь выходила из пациентов в виде рыб, змей и черепах. Я утром встаю в пансионате, делаю клизму, и из меня выходит черепаха. 22 года Надежда Антоненко лечила водопроводной водой в своем центре «Надежда» на юго-востоке Москвы, пока ее не разоблачили родственники погибших пациентов. Сейчас в этой студии появится пациент, который приехал к нам из подмосковного Домодедова, Александр Андреевич Жильцов. Он был пациентом Надежды Антоненко. Сейчас он расскажет, что ему пришлось пережить в этом центре. Встречаем его. Я попал в центр Надежды Николаевны с целью излечения. Но прежде чем принять ее метод, прежде чем заняться лечением в ее центре, я решил изучить ее метод. Вот у меня в руках брошюрка, которую я приобрел, ну, можно сказать, из рук Надежды Николаевны. Покупали, да? Да. Не помню, за сколько цену я не купил. То есть платили, да? Да. Пакт оплаты был. Вот здесь, значит, составлен список необходимых, список пунктов, которые необходимо соблюдать, чтобы лечение было результативным. Значит... Саш, чем вы болели? С чем вы приехали к Надежде Николаевне? Травма шеи, пятый, шестой позвоночник. То есть вы хотели встать с коляски? Да. По словам Надежды Николаевны, ее метод целиком основан на Библии. Вот. Дмитрий Николаевна, продемонстрируйте фото, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, ваше фото? Что это за личность вообще? Да, мое фото. Ваше фото. Посмотрите, пожалуйста. Смотрите, как увидит этот красавчик, а. Рюмка. Кольцо. Кольцо. Он приходит в интернете на своей страничке. А эти художества, посмотрите, чем он занимается, этот человек. Он занимается сатанизмом. Как он может меня осуждать? Когда он был один раз у меня на семинаре. То есть вы считаете, что этот человек, который пьет, ведет разгульный образ жизни, размещает вот такие фотографии в интернете, не может выздороветь ни при каких обстоятельствах никогда? И он не лечился. Это контактный метод. И он не лечился. Сколько заплатили вы за консультации? 300 рублей. 300 рублей? Да. И решил комментировать метод. Что? Я не комментировать метод решил. Я решил зачитать то, что написано в литературе, которая распространяется центром надежды. Поднимите руки. Кто по методичке вылечился? Надежда Николаевна, давайте послушать, что там написано. Посмотрите. Это самое методическое пособие. Андрей, оскажите, пожалуйста, можно все-таки? Ради Бога. Да, успокоимся, пожалуйста. Почему все-таки после второго сеанса вы решили, что это не ваша история? А я можно зачитаю то, что здесь написано? Допустим, второй пункт, который необходимо соблюсти, чтобы метод Надежды Антоненко был эффективен. Значит, второй пункт. Нарушение второй заповеди. Наличие идолов, то есть и собственного мира в семье и у родственников. Это искусственные цветы, куклы, статуэтки, сувениры, этикетки, картины, скульптура, памятники, бультфильмы. Вы считаете? То есть изображения людей, животных, растений. Вы считаете себя пострадавшим? Все эти мертвые изображения дают отрицательное излучение на человека, поражают иммунную систему и весь организм. Что говорит вторая заповедь? Напомните, пожалуйста. Вторая заповедь говорит, не поклоняйся идолам, не сотвори себе кумира. А дальше идет расшифровка этой заповеди. Не делай, не мешайте, не делай изображений того, что на небе вверху. Не делай изображений того, что на земле. Не делай изображений того, что в водах ниже земли. И есть такое правило еще. Правило православной церкви. 96-е правило 6-го Вселенского собора. Никаких украшений не допускается. Сотое правило 6-го Вселенского собора. То есть даже кольцо венчальное нельзя носить? А почему вы торгуете словом Божьим непонятно? Я, отец, Офей. Надежда Николаевна, вы совершенно неправильно понимаете заповедь вне традиции церкви. Правильно я понимаю, батюшка. Абсолютно неправильно. Совершенно произвольно это толкуете. Вы смотрите на заповедь на саму. Но об этом спорить сейчас бесполезно. Андрей, я хотел бы о другом сказать. В данном случае речь идет о здоровье людей. О жизни людей, да? И если человек занимается медицинской практикой, он должен иметь лицензию. Если человек говорит о том, что это духовная или же, скажем так, некая учительная история, он не должен лечить. Он не должен вводить препараты. Он не должен заниматься тем, чем занимаются врачи, имея на это разрешение. Это очевидно. Время нашей программы подходит к концу. Мы так и не успели обсудить все, что происходит в центре Надежда и всю методику Надежды Антоненко. В понедельник мы продолжим. И в студии будет супруг Надежды Антоненко и ее дети. А также те, кто пострадал от ее лечения. И также те, кто утверждает, что она творит чудеса. В понедельник. Пусть говорят. Хороших выходных. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ